Государственный музей спорта представляет цикл программ Герои Белых Олимпиад. Впервые в соревновательную программу игр был включен женский бобсли. В результате суровой борьбы сборная команда России завоевала 16 олимпийских медалей – 6 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовых. На Олимпийских играх Солт-Лейк-Сити биатлонистка Ольга Пылева стала первой в истории Красноярского края олимпийской чемпионкой по зимним видам спорта, выиграв золото в гонке преследования на 10 километров и бронзу в эстафетной гонке. Ольга Пылева вышла на старт с таким эмоциональным подъемом, что сразу же обошла свою главную соперницу из Германии, оторвавшись на целых 5 секунд, и до конца трассы не позволяла сократить это преимущество. За эту победу Новосибирский спортивный клуб армии присвоил Ольге Пылевой звание лейтенанта. До этого она 8 лет находилась в звании прапорщика. Спортивный сезон после Олимпийских игр Солт-Лейк-Сити стал для нее самым успешным в карьере. Она установила рекорд по количеству завоеванных золотых медалей за один спортивный сезон, что до нее не удавалось сделать никому. Спустя несколько лет после Олимпиады Ольга Пылева вышла замуж за известного биатлониста Валерия Медведцева, который стал ее личным тренером и подготовил спортсменку к Олимпиаде 2010 года. На своей второй Олимпиаде в Ванкувере Ольга Пылева вновь завоевала золотую медаль. Спортсменка вышла на старт, получив известие, что у нее только что умерла мама. Однако она ничем не выдала своих эмоций и не дала никому из соперниц почувствовать свою слабость. Она поставила перед собой четкую установку на победу. Ей непременно хотелось привезти медаль сыну, ведь и первую Олимпийскую награду она подарила своей маленькой дочери.